Аноним, большое спасибо за донат, текст доната на запись классиком. Здесь 10 лет назад какой-то канал, я думаю, можно даже именно с кадром посмотреть, надеюсь. Я очень люблю, на самом деле, кавера такие, типа именно метал-кавер популярной песни. Знаете, кстати, в чём показательный прикол этих метал-каверов? То есть это чаще всего обозначает, что сам материал, там, скажем, сама музыка гармонии, это реально клёвая музыка и гармония, это хиток, то есть это здорово. Просто тебе условно там хз. Киркоров, у него все песни охуенные, их не по кайфу слушать, просто потому что там не аранжировка, а пидорская дресня какая-то для женщин в возрасте, хз. Леонтьев, кстати, бля, без шуток, Леонтьева даже так, как есть по кайфу слушать некоторые треки. Вот. Но вообще, если бы, то есть представь себе, допустим, песню, понятно, это не авторская и, понятно, там, греческая какая-то баба, ну, условно. Представьте вот песню «Я эту жизнь тебе отдам», но только не с прямой вот этой кринжовой бочкой, а типа как это метал-кор такой, да, и представьте, в припеве идёт такой, типа... И вот под это, типа, «Я эту жизнь», и там какой-нибудь кардан, типа, чтоб хуярил, а ты такой, «Я вновь смотрю в твои глаза, я волю вернусь на замок в этом мире». То есть, если бы это так сделать, это ж вообще был бы разъёб. Это было бы лучше любого, блядь, русского рока. Любой песни. Самую просто вот охуенную вы найдёте. Просто, блядь, наше радио обоссывается, если вот так сделать. Потому что попсюки, их материал, сами их песни лучше, чем у русского рока точно. То есть, русский поп, русский рэп, он по материалу лучше русского рока. Ну, хотя, конечно, в целом, типа, ну, как бы гитара, просто, ну, нам нравится звук гитары, и всё, мы хотим её слышать. А если её нет, нам не по кайфу. Да, «Покер Фейс» — это охуенный трек. И, на самом деле, в версии Леди Гаги он тоже прикольный. Но это, кстати, отстойный у них кавер довольно. То есть, такой, то есть, вся пульсация уже не та. Хотя, типа, типа, то есть, оно такое, типа, ну, оно звучит как-то жухло у них слишком, типа, медленно. То есть, в целом, вроде, есть какие-то такие прикольные вот эти нью-метальные всякие элементы, качёвые, грувовые, но не... В целом, не так пульсирует, плюс эти клавиши тоже руинят всё в целом. «Покер Фейс» — «Метал Кавер». Я ради интереса сейчас просто вобью в «Тентакли», интересно, есть какие... Есть вот рок-вершин, какие-то «Блоу Сайд». Просто врублю кусочками, скажу, допустим, вот, клёво, нет. Здесь качество записи. Ну, так. «Марчиол» — это, кстати, скорее всего, хуйня, но... Сейчас послушаем. Это лучше точно. И вот этого, и... «Блоу Сайд», да? Ну, в целом, тоже хуйня, ну, да. Ну, неплохо, но не... Блин, как это надо сделать-то, типа? Я даже не знаю, как бы я сделал. То есть, прикол, самые крутые металл-кавера, чем хороши? Что они хороши и как переаранжировка песни. То есть, песня остаётся такой же крутой, как в оригинале. Но ты ещё и... То есть, это как бы и круто, как исполнение этой песни, и круто, как металл даже в целом. Если бы это была бы не «Леди Гага», ну, вот оцениваем просто как сама аранжировка, сама музыка. Ну. Чё-то как кавера, а остальное их. Ну, они переаранжировали. Они же ноты-то оставили те же, «Леди Гагинские». И текстом, и так далее. То есть, когда я говорю материал, я имею в виду музыка, текст. То есть, саму песню, информацию как бы. При этом форма может меняться её, там, убираться, добавляться элементы. Но песня остаётся этой же песней. Просто материал я её называю. А есть... Чтобы отделять... Чтобы конкретизировать, о чём я говорю. Здесь я говорю, типа, материал хороший, исполнено дерьмово, да? Или там... Но звучит как каут. Это значит, что песня хорошая, просто её плохо сыграли. Ну, типа, иногда люди не отличают. Плохо сыграно или песня плохая. Вот я пытаюсь... Я поэтому говорю... Там, песня хорошая, например. Если я скажу. Люди подумают, что я имею в виду, что исполнение хорошее. Поэтому я говорю материал. Тоже, блин, опять тихое видео. Опять... Качество здесь какое-то просто... Да. Даже неприятно из-за качества, на самом деле, тоже слушать. Жалко, что просто только в таком она есть, видимо. Я уверен, да. Будь хотя бы здесь не, блядь, не 96 килобит в секунду аудио. А может быть, было бы получше. Немножко. Но в целом, нет. Там, я же слышу, что они играют. У меня в голове есть нейросеть, которая как бы представляет, как это бы звучало хорошо. Я понимаю, что оно было бы лучше, но все равно... Типа, мне не зайдет такое. Ну, ты гдын, ты гдын. Просто голубчик какой-то на нулях. Типа, за это. Барабанчик, конечно, хорош тут. Гитарист. Сойдет, наверное, но... В целом, да, типа, есть немного. Вот много у него. Видите, вот мизинцем упирается безымянно. Вот так вот, да, вот у него все. Ну, типа... Вроде не ужасно, но... Ну, и явно не супер. По приколу в очках просто сижу. Они... У меня зрение, по-моему, идеальное. Но... То есть они ничего не меняют. Просто, мне кажется, так прикольно. Ну, ты здесь сидит такой... Вот я обычная, так, хоп, типа... Как-то повеселить зрителей, порадовать ваши... Так сказать, визуальные... Там... Сосочки потеребить. Типа, удовлетворить вас, да? Вам было просто чуть-чуть прикольнее смотреть на другую версию. Мне самому почему-то кажется как-то прикольно. Я вот решил... Посидеть по фану так. Я... Какие я люблю металл-ковера... Чтобы, давайте... Ну, типа, понятно, есть у меня и своих дохера версий, да? То есть, там, например... Я считаю то, как мы инстасанку в нью-метал... Переделали. Это разъёб просто полный. Там единственное, к чему можно прикапываться... Тоже к самому качеству записи, потому что это с репетиции. Один из самых охуенных, которые я слышал... Это Gangnam Style. Взяли вокал. Полностью инструментал переписали. И вот это просто пиздец. Особенная переходка на сам припев. Смотрите здесь. Всё, ты вот две секунды послушал, понял, что... Ага, да, сейчас... Gangnam Style. Типа, я считаю, что это Gangnam Style, но понимаю, что тут, блядь... Вырубать-то не хочется, сейчас будет разъём, походу. Ууу, блядь! И тут не важно, жанр не жанр. Я разные жанры люблю. Это охуенно просто сделано. Какая разница, там, кор или не кор? Джон! Это тут пиздец просто. Блядь, не-не-не, мы это слушаем для примера, потому что здесь... Мы Gangnam Style слушаем сейчас, если что, чуваки. Вот, судите! Это же пока? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok. Каннам ста Эй секси лейди Оп, 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 оп Оппа, Ганнам ста Эй, секси лейди Оп, оп, оп Эй, эй, эй Вот это пиздец просто разъеб И вот бывает слышишь, типа панк ковера, метал ковера там не знаю вот охуенные такие да и после них допустим вот это ты слышишь вот я слышу ну леди гага металл кавер мне мне естественно не как или вот это да там на рыбакаю короче это все у меня в контакте в антони колюжном в аудиозаписях они открыты все это находится так что я не буду вам название кидать кому надо даже вот это смотри это прикольно вообще пиздец смотри это алла пугачёва это прям добротный ну такой симфон а а и и черный пряталась а у бездны на краю и ждет когда бессонница начнет а бля таска со мною гонится за прошлое плачу уйди прошу бессонница забыть его хочу и помню я светлый охуенно охуенно или блин бывает даже забавно бывает когда вот есть чувак какой то он сделал bring me the horizon но типа более тяжелую версию то есть по сути как бы это металл кавер на то что вроде бы и так металл но типа ну во по э а я о ко в bee э вот так нравится еще Песня плывет, в сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Что-то, не знаю, бэкки какие-то. Надо еще подумать, какие там подставить. Мне иногда автогенератор срабатывает круто, иногда, типа, то есть там... Песня плывет. Песня, там пойет типа ми, так будет кварт. Хотя, кстати, будет пизда там, по идее. Сейчас, подожди, ну-ка, проверю кое-что. А ты песня плывет, сердце поет эти слова. А ты песня плывет, а ты песня плывет, а ты песня плывет. А ты песня плывет, а ты песня плывет. А ты песня плывет, а ты песня плывет. Я показываю кавера, а не мэшапы сейчас. Мэшапы, да, это я тоже и люблю, и делал, и так далее. А это же как именно перероджировка, да, по сути, все. Сами эти песни, сами по себе, охуенные. Важно, как их ты сделал, а не хз. Можно песню про моя любовь, ты мой леденец, сахарный конец. Такую песню можно тоже сделать, охуенная. А реально, как перевести? You are my lollipop, щука-щуга там. Типа, ты мой леденец, сахарный конец. Типа, без шуток, прям буквально так. Типа, без шуток, прям буквально так. Кучай, не пришлось, мне не брось зло, И мне зами, а ты, будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, Я это знаю, знаю, хорошо. Все будет хорошо, то что я не пьяс. Но Сизер не то, чтобы металл у них, скорее. Ну, альтернативный металл, постгранш, да. Ну, неплохо, но мне не очень. Ну, а вообще, да, конечно, прикольный кавер. Это их популярная, по-моему, запись, одна из самых популярных у них. Но в целом, я люблю Сизер, но не тупец, там. Вот, и там еще что-то в конце такое, типа, было. Типа, модуляшка какая-то. Там какой-то был переход просто разъебистый, вот этот еще, типа. Типа, тоже там у сердючки было что-то, типа, аккордеон какой-то пошел. А здесь, смотрите. То есть, вот это врубаешь, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, взять, кстати, Кобейна, например, да? У которого там... Where did you sleep last night? Это же не авторская песня Нирваны, как бы. Это народная песня. Есть много разных версий. То есть есть там... А, подожди. Man Who Sold The World это Дэвид Боуи, да. Просто мне... Я просто вспомнил в итоге еще про другую песню. Мне, кстати, нравится не то, что оригинал, а первая известная запись. Ну, все, Питер, попался, придет смотреть. Ледбилли охуенно вообще, в принципе, его кайфово звучит. При том, что это... Ну, это самые первые... Это вообще первый записанный негр, по-моему. Один из первых, в принципе. То есть там 800-й какой-то год, только там какие-то не пластинки. Я даже не помню, что тогда хз, там какие-то примитивные были технологии. Запись ужасная, но все равно клево звучит, типа, его прослушать. Вот у него была, да, там тоже версия еще тех времен этой песни. Ну, там понятно. Но в целом, вот он даже так, его можно послушать, потому что он так... Из этого дерьма, ребята, все вышло, чтобы вы понимали вообще. Все. Весь там рок-металл, там, до дета и куда угодно. И приемы мы и в соуле слышим, и в мазафаке, и где угодно в итоге. Блюз. Просто кто-то... Кто что взял отсюда? О, вот эти еще охуенные. Вот, бля, так вот, возвращаясь сюда. Да, вот я знал все эти песни. И еще куча еще каких-то, которые я даже не вспомню. Всякие крутые, именно, металл-переделки. Кттпс... Ну... Или тут вообще, типа, они именно начали с этого, а потом хуйней начали страдать уже какое-то другое. А почему просто подписано покерфейс, а дальше-то что? Ну, в любом случае, она, видите, вот она... Вот будь все то же самое, громко, в хорошем качестве. Вы хотите сказать, это было бы так же круто? Ну, не очень. Реально не очень. То есть не то, что я там что-то сижу тут душу, а реально же не очень.